Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сид Рот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно». Привет! Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Просто вдыхайте этот насыщенный воздух небес. Я пророчествую вам, дорогие мои. Вы будете... Вы будете слышать голос Божий. Да, вы будете... Вы будете слышать голос Божий. Вы будете нормальными. Нормальными в соответствии с Библией. Потому что мой гость призван Господом научить вас тому, как слышать голос Божий. Когда мой гость, совершая поездки по стране, просит людей поднять руки, сколько же людей регулярно слышат голос Божий? А сколько, как вы думаете, нет? Так вот, более 90%. В любой динаминации, где бы я ни проповедовал, более 90% людей не могут сказать, что регулярно слышат Бога. Итак, вы были в баптистском библейском колледже. Около 7 лет учились в теологических школах. А сколько часов вы изучали предмет «Как слышать голос Бога»? Такого предмета не было. Был один учитель, говоривший о том, что в Библии есть 4 места о голосе Божьем, и о том, что их неправильно трактуют. Якобы те, кто утверждает, что слышат голос Божий, нуждаются в помощи специалистам. Ну, а он, кстати, был профессором психологии. Вот такие мнения сегодня. Назовите мне профессию, где самоубийство на первом месте. Ой, нет, нет, не будем об этом. Позвольте мне задать такой вопрос. Вы прочитали книгу, в которой написано, почему говорение на языках осталось в прошлом, и что с этим сделали? Мне нужно было теологически обосновать, что не так с иными языками. Поэтому я стал интересоваться этой книгой. Пришел к своему баптистскому пастору, он дал мне книгу, и я проглотил ее за выходные. Но я столкнулся с проблемой. Я смотрел местописание и сравнивал с тем, что написано в книге, и нашел слабое место. Доводы автора окончательно убедили меня в том, что иные языки реально существуют. Это было против моей воли, против моего желания. Я просто пытался искренне разобраться. Я сказал, Господи, если они и правда существуют, то дай мне этот дар говорения на иных языках. Лучшего места, чем баптистские колледжи, не придумаешь. Итак, в 96-м году у вас появляются две чудесные возможности для служения. Вы служите пасторам, и они возникают, эти возможности. Но вы не уверены, какая из них от Бога? Как вы поступили? Мой пастор и наши лучшие друзья сказали мне, что слышали от Бога о том, что я должен остаться. А я подумал, они просто этого сами хотят. Откуда я знаю, что это им сказал Бог? В то время я не умел слышать голос Божий. Тогда я помолился молитвой безумной для баптистского пастора. Господи, если я должен остаться, тогда пусть с неба упадет гранитный камень. Я так и помолился. Надеюсь, он не свалился вам на голову. Я рад, что Божий ответ был не таким. А следующий момент, вы знаете, иногда мы делаем безумные вещи. Но я сказал, Господь, пошли кого-нибудь с улицы, незнакомого мне человека, который бы передал мне твои слова о том, что я должен остаться. И если хотя бы одна из этих вещей произойдет, я пойму, что это от тебя. Я не задумываясь останусь. И действительно, после четырехдневного поста я сказал лидерам своей церкви, что с сегодняшнего дня в течение года я слагаю себе обязанности, что собираюсь использовать этот год для того, чтобы руководить служением, но собрать поддержку, и мне позвонила секретарь. Это было в четверг, когда я вышел из поста. А в понедельник утром мне звонит секретарь и говорит, здесь один мужчина хочет поговорить с пастором. Я вышел в холл и встретил там человека с длинной бородой, длинными волосами, запачканными руками, почти без зубов. Это старый битый пикап стоял снаружи. Он представился, чуть-чуть рассказал о своем служении, сказал, что Бог велел ему прийти сюда, чтобы поговорить с пастором. Я сказал, хорошо, чем могу вам помочь. Я подумал, что он сейчас начнет выпрашивать деньги для своего служения или что-то еще, но он сказал, я знаю только, что должен сказать вам это. Иногда я чувствую, будто Бог хочет, чтобы мы отправились куда-то, как, например, в другую страну. Если так, Он хочет нас использовать, хотя в реальности Он хочет, чтобы мы оставались там, где мы есть, и это то место, где Он будет использовать нас, чтобы приносить влияние. Он начал плакать и сказал, я не знаю, почему говорю вам это, но Бог велел мне прийти сюда и сказать об этом пастору. Я пригласил его в офис. У меня были две вещи, о которых я впервые в жизни молился, и он дал мне ответы конкретно на эти две нужды. Он спел небольшую песенку, подошел ко мне, поцеловал меня в щеку и удалился. Здорово, но дальше было еще лучше. Восемь месяцев спустя этот мужчина, этот пророк, которого звали Сисел, вам позвонил. И что же он сказал? Он сказал, Бог дал мне слово для вас. Вообще-то, Он сначала оставил свою визитку, и я позвонил Ему через неделю, но связи не было. Я подумал, что за странная штука. Если это был ангел, тогда зачем давать мне свою визитку и исчезать? Восемь месяцев от него не было вестей. А потом Он сказал, у меня слово для вас. Он пришел ко мне в офис. Прежде чем туда зайти, Он сказал пророческое слово для двух моих сотрудников, лежавших на ознученной полу в своем кабинете. Я знал, что это будет последний день работы, так как в нашей церкви не было подобных вещей. Я пригласил Его к себе в кабинет, и Он сказал, прежде чем я скажу то слово, которое Бог мне дал для вас, нужно поехать к вам домой и помолиться за вашу жену. У нее сильные боли в спине. Я изумился. «Откуда Он узнал?» Я также подумал. Это было невозможно. Я ведь никому не говорил. Я проснулся около двух часов той ночи. Моя жена вздрагивала от боли. Она была беременна, и ребенок давил ей на седалищный нерв. В общем, я сказал, поедемте. Мы сели в машину и поехали ко мне домой. Он помолился за мою жену, повернулся ко мне и начал высвобождать божественное слово. В следующий момент я понял, что лежу на ковре в гостиной. «Его посетил Святой Дух, что в это время сделал Господь». У меня сразу открылось видение. Небольшое отступление. Как раз за неделю до того в моей молодежной группе был один подросток, который хотел поделиться своим видением, которое ему открылось, когда он упал от помазания. Я спросил его, может ли он показать место в Библии про падение от помазания. Он не смог вспомнить ни одного стиха. Я стал думать, ладно, если Бог хочет говорить кому-то через видение, это его дело. Но почему-то он дал его не мне, лидеру служения, а одному из моих подростков, простому барабанщику группы. «Прости меня, Господь, за высокомерие». И вот я сам уже через неделю лежу на полу и вижу видение. Сначала я увидел ангела, стоявшего у моих ног. Он укрывал меня какой-то тканью. В этот момент Сисел сказал, «Этот ангел укрывает тебя милотью». «Как он видит то, что вижу я», — подумал я в тот момент. Потом я увидел меч, который, вращаясь, падал с небес. Падая, он зацепил что-то, чего я раньше не замечал. Это была завеса. Он разрубил ее на две части, сверху донизу. Затем маленький, как бы я сейчас назвал херувинчик, тогда я не знал, как они называются, это маленькое ангельское существо, выглянуло из-за нее и сказало, «Пойдем». Я прошел сквозь эту завесу и увидел кое-что интересное. Посередине стояло что-то очень похожее на круглую платформу, над которой вращался шлем римского воина. И я смотрел на него. Он был трехмерным и таким же реальным, как эта студия. А потом я увидел звезду, сходящую с небес. Чем ближе она приближалась ко мне, тем сильнее. Я ощущал энергию, будто пульсирующую через меня. Она все приближалась и приближалась ко мне, пока я не сказал, «Хватит». Было такое ощущение, будто я сейчас взорвусь. Пока я там лежал, моя жена наклонилась ко мне проверить, дышу я вообще или нет. Жив я, может быть, и умер. Я приподнялся и подумал в тот момент. Так, похоже, моему теологическому знанию о Боге пришел конец. Вот такое удивительное посещение было у меня от Господа. Вы поняли, что произошло? Он получил милость, и мы через пару минут попросим нам это показать. Не переключайтесь. Это сверхъестественно. Если вы любите смотреть нашу программу, то сейчас вы можете смотреть сотни наших архивных программ онлайн. Сколько пожелаете на своем компьютере, смартфоне, айпаде или на вашем любимом планшете. Эти программы станут инструментом, который поможет вам стать нормальными, но нормальными в библейском понимании этого слова. Так что присоединяйтесь к нам на нашем сайте. Там вы сможете посмотреть специальные трансляции служения и наставничества, передаваемые из нашего медиа-центра, находящегося в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, в которых участвуют лучшие учителя с самыми разнообразными дарами Святого Духа. ISN — это средство, которое сделает вас нормальными, нормальными в соответствии с Библией. Вы будете научены и наделены способностью жить в Божьем сверхъестественном, так, как никогда ранее. Просто заходите на веб-сайт, адрес которого указан на экране. Это сверхъестественно. Не человек, а Бог учил Ричарда Мала шаг за шагом тому, как слышать голос Божий и как действовать в сверхъестественном. Вы проповедовали на ретрите Баптистского колледжа, да? Я проповедовал по книге «Деяния» о том, что такое нормальное христианство. Но проблема была в том, что я сам такого не переживал. Я называл это экстремальным христианством. Но это было мое убеждение относительно того, какой должна быть нормальная христианская жизнь. Я спросил, кто из вас этого хочет, и все встали. Я решил сделать то, что было несвойственно обычному баптистскому проповеднику. Начал обходить зал и возлагать на всех руки. И одна из девушек начала рвать на себе волосы и вцепилась в блузку до такой степени, что чуть было не порвала ее. Она раскачивалась туда и сюда, издавала шипение. Моей первой мыслью было, где здесь выход? Выпустите меня отсюда. Но я был как бы еще новичком в слышании голоса Божьего и сказал, «Господи, покажи, что мне делать». Я все еще был на том уровне изучения слышания голоса Божьего, когда «Это Бог или я сам от себя? Это Бог или я сам от себя?» Но у меня не было времени на то, чтобы выяснять, Бог ли это. Я решил, что буду делать так, как поведет меня Дух Святой. К тому времени я уже знал, что нужно молиться во имя Иисуса. Но я подумал, это из моей головы. Из-за моего теологического прошлого или от Духа Святого? Нет, я не буду рассуждать. Я буду сейчас молиться во имя Иисуса, так как знаю, что в нем есть сила. Я помолился как мог о власти и крови Иисуса. Молитва на языках впечатлила меня, ведь раньше я никогда не делал этого. В баптистском-то колледже! Да уж. Я начал едва слышно, как бы закрыв лицо руками, молиться на языках. А потом у меня появилось желание закричать, «Свобода во имя Иисуса!» В этот момент мне показалось, что я похож на одного из телеевангелистов. Но я не хотел останавливаться и продолжал кричать, «Свобода во имя Иисуса!» И вдруг эта девушка растерянно посмотрела на меня, опустила голову, прикрыла лицо, и мучения прекратились. Я обернулся и стал объяснять группе, что сейчас произошло. Я знал, что все, что я сейчас говорю, исходит не от меня. Я подумал, хорошо бы, если бы кто-то смог все записать, потому что это довольно-таки удивительная вещь. На самом деле я понятия не имел, о чем говорю. Этим было положено начало того, когда в течение полугода, где бы я ни проповедовал или прославлял, обязательно у кого-то проявлялись бесы. Жизнь человека все больше подвергается риску. Чем ближе мы к пришествию Иисуса Христа, тем больше потрясений выпадает на долю старой доброй планеты Земля. Расскажите о том, как умирал ваш маленький сын. Что произошло? На Таниэлю было почти два года. Врачи сказали нам, что нужно срочное проведение гормональной и антибиотической терапии. Мы пытались сопротивляться, но почувствовали, что они обратят свои угрозы в реальность и напишут на нас доклад о несоблюдении требований. Нам пришлось разрешить им посадить его на гормоны и антибиотики. Через два дня я примчался обратно в больницу, глянул ему в лицо, и из моих уст вырвалось «Он умер». Невозможно быть готовым к такому моменту жизни, но я готовился целый год, веря в то, что увижу, как мертвые воскресают. Я видел многие такие чудеса в Библии. Я положил его на стол и начал молиться. «Господь, я не знаю, что делать с ним физически, но я знаю, что делать духовно». Я все молился и молился, и следил за часами. Вот 8 минут, 10 минут, потом 15, 20. Я одновременно отвечал на вопросы врачей и приказывал Натаниэле вернуться, потому что знал, что его дух вышел. Я сказал, «Натаниэль, послушай своего папу. Прямо сейчас я хочу, чтобы ты вернулся». Я запретил духом смерти. Я раскаялся во всех своих грехах, о которых когда-либо помыслил, во всех родовых грехах своей семьи. Я запретил дьяволу когда-либо атаковать мою семью и моего сына. И примерно через 22 минуты я увидел видение. Врачи в палате все еще суетились над ним, переглядываясь друг с другом. И посреди этой палаты я увидел лодку, качающуюся на волнах, и в лодке был Иисус. Я знал, что это обозначало обетование того, что Господь воскресит моего сына. Хотя мы уже перешагнули тот порог, когда начинается разложение мозга и тому подобные вещи. Как долго он был мертв? К тому моменту уже около 22 минут. Вот это да. Все произошло за 40 минут до того, как они обнаружили сердцебиение и давление. Нам сказали, что у него не хватит сил перенести операцию, что он в ней нуждается. У него оказалась медикаментозная язва желудка, как мы узнали позднее. Она открылась, и токсины через кровоток распространились по всему организму. Они сказали, что он может не пережить операцию, так как он слишком долго был мертв, и, скорее всего, у него разложение мозга. Но те, кто были там в тот вечер, присутствовали лично, видели его веселым, полным жизнью, безо всяких проблем. Я хочу, чтобы вы точно так же слышали Господа! Я хочу, чтобы вы слышали Господа! Бог поднял Ричарда, и вскоре он сверхъестественным образом научит вас тому, чему Бог научил его самого, как слышать голос Божий. Иисус сказал, «Мои овцы слышат мой голос!» Это сверхъестественно! Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника. Вместе с тем, создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Многие из нас могут говорить о чудесах, произошедших в их жизни. Сверхъестественное рядом с нами. Мое сердце было разбито. Потеря работы, пособия по безработице. Но, Сид, в результате просмотра ваших программ ко мне пришла радость, а Бог начал благословлять наши финансы. Если вы хоть раз соприкоснулись со сверхъестественным, присылайте ваши письма на наш сайт sidrot.org. Это сверхъестественно. Итак, Ричард, вы консультировали одного пастыра. Он был в браке 18 лет, но хотел уйти от жены и развести с ней. Если бы вы не слышали голос Божий, он бы уже давно развелся. Но, как вы думаете? Вероятнее всего, да. Расскажите нам. Было около 11 часов вечера вне рабочего времени, и я просил Господа быстро открыть мне суть. Я ехал в машине и просил Господа показать мне корень проблемы, и моментально получил ответ. Мы поздоровались друг с другом, и когда я сидел там, то спросил его, «Кто такая Карен?» Он посмотрел на меня и ответил, «Не знаю». Я спросил, «Вашей церкви есть кто-то с таким именем?» Он ответил, «Нет». «Может, Карен — это из вашего прошлого?» Он ответил, «Когда мне было 15 лет, я встречался с такой девушкой». Я ему сказал, что Дух Святой мне показал ее фото в вашем кошельке. А он мне, «Ну да». А ее номер телефона на обратной стороне фото. Он сказал, «Ну да». Я сказал, «У вас с ней в 15 лет были сексуальные отношения». Он ответил, «Ну да». И вы до сих пор мечтаете об этом, в случае, если у вас обоих что-то произойдет с браком. А он мне, «Ну да». Ваша греховная душевная связь длится уже 36 лет, и вам нужно ее разорвать, иначе вы лишитесь и своего брака, и своего служения. Вы готовы разорвать ее? Ему понадобилось 15 минут, чтобы дать свое согласие. Я уже был готов сказать ему, «Ну все, я ничем не смогу помочь, если вы ничего не хотите менять сами». Когда он, наконец, произнес, «Нет, я знаю, что мне нужно это сделать». Он раскаялся в своей душевной связи, потом отрекся от нее, и Господь сохранил его брак, сохранил его служение, и у него в церкви сейчас есть исцеление и освобождение. Вот такая удивительная история. Видите, что бывает, когда слышишь голос Божий? Он все знает. Какие вы обнаружили помехи к слышанию голоса Божьего? Поведайте нам. Одна из частых помех — это другие голоса в голове. Что подумают наши родные, подумают наши друзья, потом голос дьявола. Долгое время мне пришлось разбираться с бесовским влиянием, но я даже не предполагал, насколько часто я слышал голос врага. Однажды у меня даже появились искушающие мысли, но я тут же начал от них отрекаться. И Дух Святой стал говорить с вами. Он сказал, «Это были не твои мысли». Я подумал, «Как же они не могут быть моими? Они же в моей голове». И Дух Святой показал, что этот дьявол внедряет такие мысли. Он ответил мне, «Зачастую, когда я обучаю слышанию голоса Божьего, то говорю, вы не можете сбросить это со счетов. Если кто-то подбрасывает вам какую-то мысль, у вас развивается образ. Будьте готовы. Будьте слушателями. Не развивайте в своих мыслях картинку того, о чем я говорю. Все готовы? И когда я что-то говорю, то у людей мгновенно возникает мысленный образ. Дьявол хочет дать нам лживые образы и видения. Мы можем слышать голос Бога, но наше самоволие может стать препятствием на пути к слышанию. Иногда это просто отвлеченное внимание. Каждое утро мы встаем и включаем музыку, телевизор, и у нас нет времени на то, чтобы прислушиваться. Моя жена может стоять в метре от меня и разговаривать со мной. У меня со слухом все в порядке, но я не услышал ни слова, потому что смотрю какой-нибудь мачо или думаю, что она разговаривает с кем-то еще, и не прислушиваюсь к ней. То же самое с Духом Святым. Он может говорить нам прямо в уши, но наше внимание сосредоточено при этом на чем-то другом. Так как мы не слушаем, то не слышим, что Он нам при этом говорит. Как вы думаете, может быть, одной из самых больших помех является то, что мы либо не слышим, либо даже не знаем, как Бог говорит с нами? Да, не знаем. Я раньше просил Бога поговорить со мной, но это приводило меня в замешательство из-за образов в моей голове. Я был вполне уверен... Это даже интересно, потому что то, о чем я сейчас говорю, достаточно универсальный случай. Я был вполне уверен, что на фоне абсолютной тишины в моей голове вдруг грянет гром и молнии с небес, послушаться глупый голос а-ля Джеймс Эрл Джонс или Морган Фримен, а затем я услышу голос Божий. Я не понимал, как, потому что никто не спрашивал меня, как Иеремия. «Иеремия, что ты видишь?» Никто не спрашивал меня, «Ричард, что ты видишь?» Я никогда не обращал внимания на то, что видел. Я видел видение, сколько себя помню. А еще у меня были мысли от Бога, но я был уверен, что они мои собственные. Знаете, в моем первом опыте со словом «знание» я услышал слово «слушание». Я понятия не имел, что с этим делать, даже не был уверен в том, что это Бог. Пришлось экспериментировать, знаете ли. Да, да, и так мы растем. Как и вы, по опыту я тоже знаю, что слышу Бога. Моя жена и мои дети знают, что я слышу Бога. И близкие мне люди тоже. Это, знаете, подобное… Дайте нам пару советов в том, как именно слышать Бога. Думаю, что изначально очень важно пребывать в безмолвии, чтобы сконцентрировать свое внимание. Я раньше думал, что Бог может говорить только в тишине. Так я привык. Но приходилось бывать в местах, где такая громкая музыка, что ты и себя не слышишь. И Дух Святой говорил со мной очень ясно, спокойным, едва слышимым шепотом. А я говорю, «Окей, Бог, ты разрушил эту парадигму». Так что тишина не обязательно, но это помогает. А еще, я думаю, очень важно записывать. «Согласен, но я ленюсь, мне неохота записывать. Хочу просто лежать и расслабляться». Я получаю что-то инормальное, когда ты размышляешь, «Это Бог или это мои мысли?» Я людям говорю, записывайте все, что приходит в голову. Просите Духа Святого говорить с вами. Записывайте все мысли, которые приходят, потому что после очень легко отличить. Это от Бога, это мои мысли, а вот это от дьявола. И я верю, что когда мы просим Бога говорить нам и записываем все, что Дух Святой вкладывает в наш Дух, разум начинает переваривать то, что коснулось нашего Духа. Тогда все, что мы записали, оказывается словами Бога, которые Он нам говорит. Но важно впоследствии проверять эти вещи. Я обычно учу, как это делать. Как-то я учил двух русских девочек, которые жили отдельно друг от друга. Они были сестрами. Одна жила в интернате, другая — с родителями. Они обе имели одно и то же переживание. Первыми словами, которые они записали, были «прочь от этих людей». Они могут причинить тебе вред. Они не знают, что делают. Я сказал «спасибо, что записали это». И это все? Они «нет». Сначала я спросил «откуда вы думаете, это пришло?» Они отвечали «это бесы, которые разговаривали со мной». Я спросил «вы говорите о бесах, а они мне «нет». Я спросил тогда «откуда вы знаете, что это они?» Они ответили «просто знаем». У нас 15 секунд. Я хочу, чтобы вы крикнули на камеру «Свобода!» Прошу вас. «Свобода!» «Во имя Иисуса!» «Свобода!» «Свобода!» «Во имя Иисуса!» Смотрите в следующем выпуске. Моему гостю было показано, как сверхъестественным образом изменить свою ДНК. Он называет это генетическим очищением. Разрушьте эти проклятия и войдите в новую ДНК. 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 Продолжение следует...